День промышленности Калужских и Ярославских предпринимателей Такова цель работы И кто из участников прибыли на вашу площадку Вы знаете, эта работа необходима В плане того, что мы очень мало друг о друге знаем Не то чтобы о предприятиях страны Но и даже самой Ярославской области Поэтому чем больше мы будем друг о друге заявлять Тем больше у нас появляется прямых контактов Которые позволяют развивать как свой бизнес Так и получать дивиденды от общения с коллегами Потому что любое общение это развитие Чем больше человек общается Тем больше у него появляются грани его познания Сколько сейчас насчитывается резидентов Торгово-промышленной палаты Ярославской области И как-то миссия, задача меняется со временем С учетом различных векторов На импортозамещение, технологического процесса Вот задачи, акценты меняются в работе? Да, конечно же Все не стоит на своем месте Все движется, развивается Это в обязательном порядке И отсюда и задачи, которые приходят в торгово-промышленные палаты Они временем создаются новое направление На сегодняшний момент в торгово-промышленной палате 420 членов торгово-промышленной палаты При этом все сферы деятельности Это у нас и торговля, это энергетика Это производство, промышленность, сельское хозяйство Любая сфера деятельности, которая существует в области Есть представители В этом следующем году мы хотим увеличить Ну, не буду хвастаться вдвое Но хотя бы на 50% увеличить количество членов торгово-промышленной палаты А задачи какие? Вот первая задача, которая любую сферу деятельности охватывает Вот мы недавно проводили опрос различных направлений И спрашивали, какая у вас беда И все произвели один первый вопрос Это кадры Это профессиональные кадры И вот здесь, я считаю, как раз Работа торгово-промышленной палаты Должна в первую очередь была настроена На повышение уровней кадров Которые находятся в Ярославской области А еще какие-то болевые точки можете назвать? Вы знаете, конечно же, их довольно-таки Ну, я не сказал много У производственников это развитие неокры Когда люди за свои средства создают новую технику И это подчас для них очень тяжело и обременительно Здесь помощь необходима государству И торгово-промышленная палата должна доносить до властей Ярославской области эти проблемы Вторая проблема устаревшее, конечно, оборудование Мы не говорим о передовых предприятиях Ярославской области Там, как Ярославский моторный завод Но ведь есть очень много мелких предприятий Мелко-малого-среднего бизнеса И здесь необходима помощь именно для этих предприятий Чтобы они смогли модернизировать свое производство Но сейчас многие эксперты как раз говорят о той большой работе Которая проводится в поддержку малого и среднего предпринимательства Вы эту работу наблюдаете? Конечно же, конечно же Вот я могу действительно сказать большое спасибо Руководству Ярославской области Хотя бы за Ярославскую лизинговую компанию Которая создана Ведь таких компаний, если мне память не изменяет Всего лишь навсего три компании Или четыре, не буду врать И одна как раз находится в Ярославской области Ту информацию, которую я сегодня подошел, получил От лизинговых компаний Это великолепные условия для развития бизнеса И мы договорились о совместном проведении совещания с промышленниками Чтобы как можно больше охватить предприятий И донести информацию о созданном предприятии В целом, вы остались довольны работой площадок в рамках Дня промышленности Восьмого уже по счету Конечно же Как я уже говорил, в первую очередь это общение с коллегами Просто настолько ритм жизни плотный Что, наверное, не успеваешь со всеми поговорить Со всеми пообщаться И вот такие мероприятия, как День промышленности Позволяют как раз увидеть всех Поговорить со всеми, обменяться мнением И услышать у кого какие передовые движения Павел Александрович, большое спасибо вам за интересную беседу Гостем открытой студии был президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Павел Кузнецов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин